Когда я улыбаюсь, конечно, лучше, чем когда я грустно сижу, правда, как и у всех людей, как у каждого человека на свете, потому что улыбка открывает, открывает и внимание, открывает и душевное расположение, и притягивает контакты, но, конечно, конечно. Хотел я пожелать к Новому году, чтобы у всех в Новом году исполнялись ваши желания. Еще я хотел бы сказать, что это очень важно, и в чем заключается главный секрет фильма «Секрет». Там вот это не сказано, а я вам сейчас скажу, что ключ к секрету – это как раз-таки момент, когда ты мечтаешь. Когда ты мечтаешь в таком состоянии, когда у тебя и чувства, и ум, и тело едины в гармонии. Когда ты мечтаешь, всегда желания сбываются. А вот еще, что я хочу сказать для нашей школы Homo Futurs, потому что наша школа, она расположена к тому, чтобы развивать изобретательское, творческое мышление, создавать новое. Я думаю, что открытия, что открытия вообще-то, они логически не получаются. Открытия научные, открытия какие-либо иные, они получаются случайно. И эта случайность закономерна. Закономерность ее в том, что вот яблоко Ньютона, например. Она же, это яблоко падает на всех, но Ньютон как раз-таки открыл этот закон всемирного тяготения. Или, например, Архимед сказал Эврика. Тоже случайно он сказал Эврика. Почему? Потому что, оказывается, у этих людей все время он был настроен на то, чтобы найти результат в том, о чем они постоянно сосредоточенно думают. И там случайность. Там даже муравей учителем может быть. То же самое жили кури. Ну, они там, когда вот, ну, Нобелевскую почему получили? Потому что случайно, случайно открыли то, что там радио или что-то там фотопленки засвечивал. Я уже не помню, можно посмотреть в интернете, пожалуйста, я уже забыл. Вот, случайность. Ну, они же в этой случайности, когда пленки или что-то там засвечивали с этим исключением радио, радио, как раз-таки открыли. Потому что они все время об этом думали. Как и Менделеев. Так вот, точно так же случайно, например, получилось шедевровое название книги великого нашего академика. Зиновьев. Социолога. Который называется «Зияющие высоты». Почему? Почему случайность? Мне же рассказывала его дочь Тамара, искусствовед. Прекрасный искусствовед, прекрасный художник. Она мне рассказывала, что секретарша, когда печатала книгу, то она, книга-то называлась там в рукописи, «Сияющие высоты». Она ошибку сделала и принесла Зиновьеву. И говорит, ой, извините, ошибку сделала. А он увидел. И говорит, оставьте, оставьте. Это как раз то, что нужно. Вот видите? Там яблоко Ньютона, там ванна, в которой лежит Архимед и Герт-Еврика. А там у Кюрей вот какие случайности. И у Зиновьев. Это у всех. Потому что открытия логически не делаются. Потому что открытия находятся между дисциплинами, между разными областями науки, разными областями знаний. И логически ты не вычислишь из одного состояния логического мышления, чтобы вычислить другую. Там это переходное состояние. И вот чтобы желания исполнялись, напоминаю фильм «Секрет», это когда ты мечтаешь, но в состоянии, это я уже, ключ к исполнению желаний на Новый год. Когда ты мечтаешь, когда у тебя, я сказал, ум, чувства и организм в единстве, в гармонии. Да, ну это, например, можно получить с помощью метода самоагуляции, ключ. Там есть такое упражнение «Левитация». Ну там, когда представишь себе, желаешь себе пробное желание, чтобы руки пошли, а не пошли. И вот желание начало исполняться. И в этот момент вы можете пожелать. Ну что вы хотите, чтобы у вас в Новом году было? Ну то и пожелайте. И оно начнет сбываться. А вот когда люди произносят тост на Новый год, держат рюмку, вот так поднимают шампанский и говорят «За здоровье! За счастье! В Новом году!» Да. И вот представьте себе, что у вас рука поднимается, поднимается, поднимается по принципу этой левитации. И так себе пожелайте в этот момент, когда будете чокаться в Новом году. Вспомните состояние ключа, состояние гармонии, состояние улыбки, состояние радости, состояние дарения. И ваше желание в Новом году исполнится. Будьте бдительны, потому что на этом ключ желания начинают исполняться.